Издалека быстро и безопасно. Парк школьных автобусов региона сегодня пополнили 12 новеньких пазиков. Они придут на смену старой, исчерпавшей свой ресурс техники, а где-то позволят сократить длину маршрутов, что даст ученикам лишний час сна. Тему продолжит Екатерина Киселева. Ярко-желтые новенькие автобусы с надписью «Дети на лобовом». Такие будут заметны издалека. Сегодня районные школы Новосибирской области получили 12 уазиков и газелей. Новый транспорт должен обеспечить ученикам не только безопасный, но и максимально удобный путь до школы. Новые маршруты появляются, например, в Колыване. Один автобус подвозил из пяти населенных пунктов. Сейчас, говорит, при получении вот этой техники, тот автобус, который возил, он еще не аварийный, он еще не выработал свой ресурс. И мы делим, говорит, маршрут. То есть появление новых маршрутов дополнительных появляется в связи с появлением новой техники. И когда уже надо будет не два круга давать челноком автобусу, а один раз приехать в деревню и не в 7 утра спящих детей забирать, а непосредственно за полчаса до занятий. В этом году на обновление школьного автопарка выделили 73 миллиона рублей. Закупили в полтора раза больше автобусов, чем в прошлом году – 48 единиц. Часть машин пришла на смену уже видавшими виду сельскому транспорту. Часть пустят на новые маршруты. И если дороги не подкачают, автобусы прослужат не один год. Наш район очень большой и достаточно большое количество школьных автобусов. Наш школьный парк состоит из 37 школьных автобусов. И, конечно, очень отрадно, что благодаря губернаторской программе каждый год происходит замена автобусов, срок службы которых превышает 10 лет на ное. А вот кауракский автобус для кауракской школы, он у нас предназначен для подвоза детей при открытии нового школьного маршрута. У нас произошла реорганизация путем слияния двух школ. Как пример, срок эксплуатации автобуса качковской школы заканчивается в декабре. Он уже исчерпал свой ресурс. Последнее время на нем даже не выезжали за пределы района. И вот накануне нового учебного года подарок – новый автобус. Школа сейчас без автобуса – это не школа, потому что ежедневно мы осуществляем подвоз. Здесь мы подвозим 60 детей. И в этом году мы планируем открыть еще один маршрут школьный по улице Учительской. Это еще дополнительно 20 детей. Особое внимание этим летом уделили и безопасности маршрутов к образовательным учреждениям. Их в регионе больше 500. Ремонт по решению губернатора провели на всех без исключения. В каждом новом автобусе по 22 места для школьников. Здесь ученикам будет не только комфортно, но и безопасно. Звуковая и световая сигнализация не позволяет начать движение, пока дверь автобуса открыта. Сразу после получения ключей водители поедут активировать тахографы транспортных средств и проходить техосмотр. Уже 1 сентября ученики отправятся навстречу знаниям в новых автобусах. Екатерина Киселева, Константин Менин. Новости ОТС.